Здравствуйте, дорогие друзья! Совсем скоро наступит самый главный, самый волшебный праздник, который мы так ждём – Новый год. Время, когда мы загадываем желания, верим в чудеса и надеемся, что с нового отчёта всё изменится, станет лучше. Изменимся мы, будем мудрее и добрее. Время, когда даже снежинки, летящие с неба, кажутся не просто природным явлением, а превращаются в настоящую сказку. Давайте и мы поверим в эту сказку. Тогда, возможно, произойдёт настоящее чудо, ведь в каждом взрослом человеке осталось что-то детское. И пусть уже давно никто не кладёт нам под ёлочку подарки, но мы всё ещё верим и ждём, что именно в Новом году произойдёт настоящее волшебство. Библиотека имени Фёдора Абрамова предлагает вам окунуться в атмосферу новогоднего праздника, но при этом переместиться немного назад – в прошлое, в эпоху Советского Союза. В конце декабря мы отмечаем важную дату в отечественной истории. Исполняется сто лет со дня основания Советского Союза – страны, которая изменила мир, которую помнят и о которой до сих пор спорят. Все мы знаем, что в Советском Союзе люди жили не так, как мы сейчас, поэтому и праздники отмечали иначе. А как вы думаете, что в каждой семье являлось лучшим украшением праздничного стола? Нет, не салат оливье и даже не бутерброды с красной икрой, а телевизор. Все ждали карнавальную ночь с легким паром, новогодние приключения Маши и Вити, морозка и, конечно, голубой огонек. Это все те передачи, без которых не мыслил ни один человек новогодней ночи. В то время полки в магазинах не ломились от продуктов, как происходит это в наше время. Поэтому покупка продуктов к новогоднему столу был процесс долговременный и заблаговременный, чем-то напоминающий процесс охоты и от этого в какой-то мере захватывающий, походивший больше на квест с заданиями. Именно в этот праздник можно было попробовать то, что именовалось загадочным словом – деликатес, то есть то, что редко было доступно в повседневной жизни. А это икра красная и особенно черная, копченая сырокопченая колбаса, финский сервелат, шпроты, консервированные ананасы, консервированные крабы, лимонные дольки и многое другое. Многие продукты закупались чуть ли не с августа, но настоящая охота за дефицитом начиналась с октября. Исключение, пожалуй, составляли лишь экзотические фрукты – бананы и мандарины. Последние появлялись на прилавках магазинов за неделю до праздника. И их нужно было успеть купить, пока не расхватали. Ведь именно запах мандарина ассоциировался с Новым годом, пожалуй, даже больше, чем запах елки. Но мандарины не спешили есть. Сначала любовались новогодним чудом. Часто их вешали на елку, как украшение, но кожуру потом не выбрасывали, высушивая и добавляя в дальнейшем в чай для аромата. Но вернемся все же к основному новогоднему символу – пахнущей хвоей и смолой зеленой красавицы. Елочных базаров в то время было немного, поэтому елочку покупали заблаговременно – аж за 2-3 недели до праздника. А потом хоронили на балконе, специально держа в холоде, чтобы елочка не осыпалась раньше временем. Украшали зеленую красавицу с любовью. В любой советской семье была своя коллекция новогодних игрушек. Но, несмотря на это, накануне новогоднего праздника в нее все равно добавлялась хотя бы одна – новая, какой еще не было. Ведь в Советском Союзе к изготовлению новогодних игрушек был далеко неформальный подход. Ассортимент буквально поражал воображение. Это были не просто разнообразные шары, а фигурки различных животных – звездочки, космонавты, часы, птицы, шишки и снеговики. Но высшим шиком считались новогодние украшения, сделанные своими руками. Это были и цепочки из бумажных колец, и ажурные бумажные фонарики на елке, и такие же снежинки на окнах. А еще завернутые в золотую бумагу грецкие орехи, которые подвешивались на нитки на елочку. Детишки потом долго ходили кругами в ожидании официального разрешения от мамы на разграбление. Ведь сладости и редкие мандарины казались куда вкуснее, когда были не просто взяты из подарочного кулька, а добыты путем подпрыгивания и борьбы с зелеными иголками. Когда же наступал час икс, то есть до Нового года оставался один день, хозяйки всего СССР начинали священно действовать на своих кухнях. Заранее всегда готовили холодец, заливную рыбу, салат сельдь под шубой и торт Наполеон. Все потому, что нужно было застыть или пропитаться. А какие еще блюда, украшающие новогодние столы, были популярны в Советском Союзе? Давайте вспомним. Выше уже упоминался самый популярный салат того времени – оливье. Также набирал популярность салат мимоза. Салат еврейский был обожаем всеми мужчинами. Из мясных блюд часто готовили отбивные. Очень вкусные и любимые многими готовились бутерброды из обжаренных в подсолнечном масле ломтиков булки, смазанные майонезом, а сверху по две рыбки из баночки со шпротами. И, наконец, как вишенка на торте – бутерброды с красной икрой. На стол торжественно выставлялись заготовленные с лета и осени соленые и маринованные грибы, квашеная капуста, соленья, маринованные помидорчики и огурчики. За праздничный стол обычно садились в 23 часа, чтобы, согласно традиции, проводить Старый Новый год. Кстати, иностранцы до сих пор ломают головы над этим загадочным русским словосочетанием. Поднимали бокалы, желая друг другу здоровья и всего самого хорошего в Новом году. Обязательно произносился главный тост за великий советский народ, за коммунистическую партию. Потом и взрослые, и дети выходили на улицу, где запускали красочные фейерверки и другую яркую и шумную пиротехнику. Хлопали очень непонятные хлопушки. Не только с конфетти, но и с мусором, а иногда с пластиковой игрушкой. Но сколько радости они смогли принести! Праздновали от души, с размахом. Все веселились, ходили к друг другу в гости. Народу за праздничным столом обычно собиралось много. Это были и родственники, и соседи, и сослуживцы. Взрослые часто переодевались в Деда Мороза и Снегурочку или других известных персонажей. Показывали сценки, хохотали, играли в различные игры, на разгадывание, загадывание и исполнение желаний. Зрителей не было. Участвовали все. Несмотря на дефицит и однообразие продуктов в магазинах, атмосфера была душевная и действительно праздничная. Возможно, именно этого нам и не хватает. Мы желаем вам встретить 2023 Новый год нестандартно, разнообразить развлечения и сделать праздник более запоминающимся. До новых встреч! С наступающим Новым годом!